всем привет с вами кекс и сегодня я делаю очень-очень интересный крем это крем на манке им я прописывала вот такой вот тортик рецепт тортика будет в следующем видео то вы уже посмотрите попозже но про сам крем он очень интересный получается очень вкусный собственно советую вам его тоже попробовать для этого я буду делать рецепт на полторы порции на весь тортик мне понадобится и для этого мне нужно будет 750 миллилитров молока и сюда я в это молоко сразу же добавляю 10 столовых ложек с горкой сахара и у меня там где-то было пол пачечки ванильного сахара может чуть чуть больше собственно по вкусу как вам нравится насколько вам нравится чтобы пахло ванилькой вот добавляем сахар и ставим молоко до закипания тем самым я отмеряю себе манки манки мне нужно будет на это количество 6 столовых ложек я часто беру с горкой с большой но советую этого не делать потому что у меня потом в конце получается довольно густая эта манка можно делать даже немножечко пожиже вот ну собственно 6 столовых ложек манки нам нужно на это количество я уже не показывала как заваривать при постоянном перемешивании и медленно всыпала манку потому что неудобно что идти во мне нет чтобы снять это отдельно вот такая вот консистенция у меня вышла после заваривания прокипела моя манка минуту буквально полторы и я вот сняла ее с огня теперь мне нужно накрыть мою манку пленочкой для того чтобы она не покрылась коркой и никакой конденсат не появлялся ничего то есть я встык к своему крему заварному так сказать ложу пленку вот и теперь я оставляю остывать этот крем я его вынесла вначале на балкон а потом вместе с маслом оставила при комнатной температуре чтобы масло и крем у меня стали одинаковой температуры после застывания крем вот стал вот таким вот таким густым прямо настоялся манка хорошо впитала молоко поэтому говорю о том что может даже манки можно чуть чуть поменьше ложить ну просто не ложить ложки с горкой а без горки для того чтобы крем наш был однородным я всегда перетираю манку через сито неважно и были у меня комочки их не было вот но через сито я всегда перетираю так будет наш крем более однородным вот крупинки в этом креме самой манки практически вообще не чувствуется это только если есть прям ложкой этот крем тогда можно понять что там манка это если вы об этом знаете по вкусу крем напоминает очень пломбир очень прям напоминает учитывая то что здесь нет яиц прям этот крем ну очень очень прикольный получается в общем перетерла я весь свой этот крем вот такая вот масса у меня рыхлая получилась и теперь собственно я уже перехожу ко второму этапу на это количество достаточно 350 грамм масла но так как уже смысл 50 грамм ни туда ни сюда я как бы обычно ложу 400 то есть две пачки масла я ложу на 750 грамм заваленной манки то бишь ну вот чтобы без отходное производство две пачки так две пачки свои две пачки масла комнатной температуры температура точно такая же должна быть как и у нашего крема то есть они должны несколько часов точно вместе провести при одинаковой температуре я высыпаю в чашу миксера попробую манку она мне показалась немножко не такая прям сладкая как мне того бы возможно хотелось вы сами знаете и сахар бывает разный то есть ну бывает сахар послаже бывает не такой сладкий поэтому я попробовала и мне показалось не очень сладко я решила добавить еще буквально пару столовых ложек сахарной пудры сюда в масло сахар советую не добавлять потому что он не растворится уже в масле как бы вот а вот сахарная пудра отлично у нас взобьется сахаром поможет даже ему лучше перетереться масло поэтому проблем не будет тут буквально пару ложечек я добавила сразу начинаю взбивать масло буквально так чтобы нарушить его структуру и она стала как бы мягким так она будет лучше в себя так сказать принимать заварную основу в нашем случае это заваренная манка и вот собственно такими ложками я начинаю отправлять манку и взбиваю взбиваю я на 6 из 8 скоростей то есть выше среднего вот и смотрю здесь кстати очень удобно что не так отслаивается допустим масло вы его не так можете перебить и как допустим если бы вы использовали именно заварную основу которая с яйцами на молоке вот то есть по-своему интересно если вы хотите этот крем ложить в бисквиты то бисквиты предварительно нужно пропитывать потому что этот крем не впитывается практически в коржи он очень хорош для всяких корзинок трубочек очень очень вкусный получается отлично он подходит в эклеры то есть вообще он много куда подходит интересный крем на самом деле вы попробуйте в какой-нибудь тортик и я уверена что он вам понравится и вы будете использовать в дальнейшем вот практически я уже добавила всю свою манку сюда очень быстро это вы видите происходит единственное сейчас немножко нужно перемешать сейчас я покажу заодно вы видите какой крем густой получается я этим кремом мало того что я его использовала в начинку своего тортика так помимо этого я как бы выровняла еще этим кремом свой тортик не можно выровнять и даже под мастику то есть так как он масляный это то же самое чтобы маслом и сгущенка использовали поэтому поэтому мастика у нас не растает собственно я быстренько вот еще раз взбила немножечко после перемешивания и уже можно использовать наш крем на самом деле это вот и все то есть крем очень прост в приготовлении очень легок в использовании хорошо застывает отлично переносит заморозку если вам нужно допустим покрывать суфле потом тортик я вот ним еще раз покажу и раз как я говорила выравнивала тортик ложится он очень хорошо то есть ножом отлично выравнивается можно сверху его перекрыть ганашем если вы хотите так что пробуйте я думаю что вам должно понравиться очень интересный кремчик если вам понравился этот рецепт ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал буду выкладывать новые видео извините что так долго меня не было были свои причины а с вами был кекс до новых встреч пока пока